Здравствуйте! Мы продолжаем наш проект Адреса памяти. И несмотря на то, что празднование Великой Победы осталось позади, сегодня мы вновь будем вспоминать годы Великой Отечественной войны. В наших прошлых выпусках мы вспоминали героев Великой Отечественной войны, в честь которых были названы улицы нашего города. Сегодня же мы вместе с вами постараемся представить, какой была Рязань и чем она жила в те страшные годы. Несмотря на близость нашего города к столице, к счастью, Рязань не была оккупирована. Она не стала городом-героем, зато подарила стране множество воинов-героев. В Паризанской области было призвано около 300 тысяч человек. Из них почти 300 стали героями Советского Союза. Они защищали родину на фронтах, а в это время основным предназначением городов в тылу стала организация госпиталей. В разные периоды существовало до 40 госпиталей, как выявили исследователи. Большая часть из них находилась до 43-го года, а затем, когда фронт отодвинулся и госпиталей оставалось мало, в основном оставались инвалиды, то есть те, кто уже не был готов воевать. И такого рода госпитали находились здесь до 45-го года. Индустриализация первых советских пятилеток обошла Рязань стороной, и современное строительство велось медленно. Соответственно, и зданий, годных для создания госпиталей, было немного. Однако большинство из них сохранилось до нашего времени, и мы можем своими глазами увидеть стены, которые помнят страдания тех лет. Конечно, в первую очередь под госпитали старались задействовать медицинские учреждения, которых в городе было раз-два и обчелся. Среди них областная больница, современная 14-я поликлиника. Здесь в начале войны был открыт сортировочный госпиталь, куда в первую очередь попадали раненые. Также весомую роль сыграла и больница имени Семашко, которая в то время уже существовала и называли ее Салтыковкой. Потому что она была построена купцом Иваном Андреевичем Салтыковым еще накануне Первой мировой войны, очень хорошо оснащенная, с просторными палатами и прочим. Она тоже стала важнейшим госпиталем, где проводились наиболее значимые операции, наиболее сложные операции. Буквально с первых дней войны начал свою работу госпиталь в здании единственного на тот момент высшего учебного заведения Рязани – педагогического института. За исключением недолгой эвакуации он проработал здесь почти до 1945 года. Также под госпитали были отданы многие школы, в том числе и 4-й лицей. В общей сложности, по подсчетам исследователей, через госпитали, расположенные на территории Рязанской области, прошло около 170 тысяч человек. Причем статистика такова, что четверо из пяти раненых выздоравливали. А вот те, кого не удалось спасти, навсегда остались в Рязани. Хоронили их рядом со Скорбящинским кладбищем. Сегодня это место превращено в мемориальный комплекс. Всего здесь захоронено около полутора тысяч человек. Помимо воинов, свой последний приют здесь нашли и блокадники, которых вывозили из Ленинграда. Это были картины, едва ли не более страшные, чем то, что можно было видеть в госпиталях. Потому что, как рассказывали мне очевидцы, они были тогда еще детьми, приходили эти теплушки. И когда открывали, оказывалось, что там мертвых больше, чем живых. Их просто перекладывали на подводы, укладывали штабелями. И прямо с вокзала, с первой Рязани, везли сразу на кладбище. Как бы пафосно это ни звучало, но рязанцы должны считать это место священным. Действительно, все мемориалы и памятники, которые были воздвигнуты после Великой Отечественной войны, должны нам напоминать о нашей истории. В то время как здесь находятся тела тех, кто пожертвовал самым дорогим, своей жизнью. Ради победы нашей страны и ради нашего с вами будущего. Несмотря на то, что гитлеровцы Рязань не оккупировали, обстановку в городе спокойно назвать было сложно. Самое страшное для Рязани время наступило в октябре 41-го года и продолжалось до января-февраля 42-го. Именно тогда враг стоял всего лишь в нескольких десятках километров от Рязани. Тут надо иметь в виду, что, конечно же, Рязань – это юго-восточное направление от Москвы. И его передовым и особенно обороняемым городом считать трудно. То есть это просто такая оперативная обстановка сложилась в ходе московской битвы, и что военные действия развернулись на территории области. Поскольку войскам группы армий «Центр» германской не удалось занять сходу Тулу, Тула – крупнейший центр военной промышленности на тот момент, то вторая танковая армия, которой командовал Хайнс-Гудериан, она предприняла более глубокий охват Москвы с юго-востока. Это происходило все уже в ноябре, когда стала настоящая зима в нашей полосе. Вот германские части вторглись на территорию Рязанской области, заняли даже города Михайловск, Капин. До Рязани оставалось что-то такое около 50 километров. По свидетельствам очевидцев, именно в это время на окраинах города видели мотоциклетные разведки фашистов. Тогда же из Рязани эвакуируют крупные производства, госпитали и даже военные училища, которые располагались на месте современного десантного. Конечно, впоследствии, в феврале 1942-го, оно было возвращено и продолжило подготовку офицеров. Всего, считается, за годы войны было подготовлено 7 тысяч офицеров, из них почти полторы тысячи – это женщины. И готовили, видимо, очень хорошо, поскольку очень много награжденных, много героев. И еще одна отличительная черта Рязанского училища, помимо того, что высокий уровень подготовки, женщины – иностранные подразделения. Я думаю, многие рязанцы знают, что у нас здесь формировалась и 1-я польская дивизия имени Тадеуша Костюшка, формировалось румынское подразделение имени Тадеуша Владимиреско, и чехословацкие части. Так что Рязань дала возможность этим иностранным войскам сформироваться, выучиться здесь и идти дальше воевать. Но вернемся к неспокойным для нашего города месяцам войны. В самые тяжелые дни осени 1941-го вот в этом здании велось формирование Рязанского рабочего полка. В Рязани, ну не принято говорить, что части народного ополчения формировались, но был сформирован из добровольцев полк, из рабочих, комсомольцев, работников органов внутренних дел, которые вот заняли оборонительные позиции в предместях Рязани, которые ввели внутреннюю охрану, и базой для их формирования вот как раз стало здание клуба «Красное знамя». Тогда же на улицы Рязани ежедневно выходили до трех тысяч жителей, чтобы копать окопы, строить заградительные сооружения и баррикады. В городе были прорыты противотанковые рвы. Один ров шел по периметру, можно сказать, города. Назывался он Рязанский полуобвод, потому что это было полукольцо с севера-запада до юга-запада оно тянулось, то есть начиная от моста через Павловку, который имел очень важное такое стратегическое значение, и заканчивая театральной площадью. Это, значит, было как бы внутреннее кольцо, а внешнее кольцо тянулось по пригородным селам Дягилева, затем Мервина, Ситники и Никуличи. Весь город был разбит на 10 участков, в каждом из которых были созданы оборонительные сооружения. Где-то использовались особенности природного ландшафта, где-то строились баррикады из мешков с песком. Кстати, одна из таких баррикад находилась на пересечении улиц Свобода и Садовой. О чем свидетельствует появившаяся там в преддверии праздника Великой Победы памятная доска. На сегодня мы заканчиваем наше путешествие по Рязани военных лет, но в следующем выпуске мы обязательно его продолжим. С вами была Ирина Ковалева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин